Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья! У нас сегодня оно опять было дождливым. Сейчас немножечко дождь перестал. Вот мы вышли на улицу. Вот сколько капелек на листочках. Да, Соль, если его потрясти, это растение, то будет дождичек. Вечером опять была гроза сильная, ливень. Ну, а сейчас вот остались такие лужи, и дождь нет-нет, да и начинает вот так капать. Вчера обещала вам показать мешок с бывшими лекарствами, и что-то отвлеклась. Показываю сегодня. Вот полно. Настя все выбросила, не сожалею, потому что срок годности уже вообще 2-3 года, а то и больше. Это я еще присылала ей в посылках лекарства. Все боялась, что здесь дорого и все прочее. И не нужны, и слава богу, выбросили, и очень хорошо. Огородник мой уже нашла свои рукавицы, уже их нацепила, готова к действию. Ну, пока бабушка не готова. Пока не хочу сейчас ничего делать, все мокрое, соль. Ну, капуста, я не скажу, конечно, что она за день прибавила в росте. Вот это, по-моему, мне сказали, что это посленовый. Это не томат. Ну, да, я вижу, что это не томат. Вот, смотрите-ка, там какие вон малюсенькие уже какие-то ягодки. Это точно что-то посленое. Даже не знаю, что вам сегодня показать, друзья мои. Смотрите-ка, вот что неправильно я сделала. Я, конечно же, сюда насыпала, все хорошо, прекрасно, да? Но что-то я здесь-то, видимо, забыла эту дырку-то сделать. Надо как-то пробивать. Не знаю, как теперь, как ее не снимешь. Она тяжелая. Ой, придется, наверное, отсюда землю туда как-то перебрасывать. Вообще, может быть, тогда этот ящик не использовать, а все сюда вывалить просто. Вот прям перевалить все сюда и все совком. Потому что должно быть отверстие. Вот в этих вот штуках есть отверстие. Поэтому здесь вода не задерживается. А здесь вот воды было много. Я это еще совком ее вот сюда перелила. Так что не повторяйте моих ошибок. Обязательно должен быть, ну, дренажное отверстие должно быть. Что-то мне очень хочется что-нибудь испечь. Или в мультипекаре, или в пиццемейкере. Ну, вот что-то хожу и думаю, вообще, соберусь ли я или не соберусь. Я как-то вот не очень умею все вот эти дела. У меня вот мама, моя тетя, мамина сестра. К сожалению, они ушли в один год, в 2011. И я как-то у них не нахваталась особо ничего. Потому что, ну, на даче как-то мы с ними мало времени проводились. У меня тетя, она как-то, знаете, в баночку. У нее всегда стояла стеклянная банка на кухне. Она туда собирала всегда остатки кефира, молока там, ряженка, творог. Ну, вот эту всю молочку. Все это у нее там, ну, в холодильнике, естественно, перебраживалось, наверное. Но она недолго это держала, конечно. Как наберет какое-то нужное количество, так сразу же замешивала пирожки. У нее всегда все это было вкусно. У нее это не было проблемы. Вот для меня это какая-то проблема, да. Вот я сейчас стою и думаю, делать, не делать. Мне очень хочется, очень. Я вообще люблю пироги. Обожаю просто. Но как-то у меня нет такого, знаете, вот прям сыпят муку, там, яйцо, дрожжи, воду, молоко. Что-то замешивают, раз-два и пекут. Может, так и надо. Может, я просто у страха глаза велики. Может, я просто сама придумываю, ищу себе проблемы. Многие там вот по этим 185 граммов. Меня это вот убивает, честно скажу. Я не могу эти стоить. Ну, есть у меня весы, конечно же. Натусик мне мой дарил. Но опять все это вот взвешивать, ну, не знаю, это не по моему характеру, понимаете? Асоль, что ты там делаешь? Какие-то свои мысли у тебя по поводу огорода, что ли? Урожай, нам еще рано собирать. Кукурузу так это порвали, она совсем молочная, мы ее слопали. Ту кукурузу, которую нам принесли, она такая старая. Ну, видимо, она уже выросла по-настоящему. Да селяк ты мой, куда же ты это все тягаешь? Это все тяжело тебе. Что ты хочешь? Бабушка тебе поможет, да. Что ты хочешь? Вот, и ту кукурузу надо отварить. Я думаю, даже в мультиварку запихнуть ее. Вот, поэтому я возвращаюсь к пирогам. Вот, понимаете, некоторые как-то пироги пекут прямо на сковороде, жарят. Но мне в масле не хочется. Вот, правда, там это... Вот ангельская душка, говорила бабушка моя, когда ребенок чихал. Вот, а вот испечь я бы даже испекла в мультипекаре какие-то. У меня на Тусикин остался на Тусикин мармелад. Я бы его даже куда-нибудь начиночкой использовала. Там скрутила бы штучки, дрючки. Может, что-нибудь и попробую, замучу. Замучу, замучу, замучу. У кого есть какие-то простые рецепты, поделитесь. Знаете, так, чтобы вот, знаете, там стакан муки и одно яйцо. Без всяких этих граммов, миллиграммов. Буду очень благодарна. И без кефира, потому что здесь в Корее кефира нет. Тут есть что-то там с такой йогурт. Но это же не кефир. На нем, я думаю, что на нем будет не так хорошо. На, чего тебе, Его, Его, давай, делай. Заснимаем исторический момент. Впервые идем выбрасывать мусор. Сказали нам, что где-то около ворот, вот, деревенский. Ну, пойдем посмотрим, что это. Поехали. Может, и не найдем, тогда вернемся с мусором назад. Мальчишки вот отвезли. Одну ходку сделали, два пакета. И вот еще, значит, один Настя понесет в руках. И еще вот по два пакета. Два с мусором. Ну, три такие с мусором. А это вот всякие там, вот эти вот, пластик. Вот, вот женщины, да, как ломовые лошади. Все только женщины. А мужчины приедут, что-то тут в город свозят. И все. Вместо того, чтобы захватить на машине, и все туда довезти. Ругаюсь. Избавились от мусора. Не знаю, можно там накладывать, нельзя. Мы сами не знаем толку. Вот, идем. Очень опасно вообще здесь, на самом деле. Потому что, видите, идем прям практически по дороге. Смотрите, какой тут домик. Как он низко, в низине. Все аккуратненько тоже, чистенько. У нас третья ходка. Собрали все, что могли. Вот, я их слышу. Вот, третья ходка. На сегодня это все будет. Остальное мы уже не можем унести. Вот, показываю, сколько сумок мы приволокли за три ходки. По-моему, перевыполнили план всей деревни. Но это за то время, пока мы тут живем. Вот мы собирали. Смотрите, какая красота. Вот, видимо, там деревья растут. Ну, не видим, они растут, посажены. Я имею в виду, видимо, это вот, может быть, как раз вот такой огород чей-то, да, плантация. Но это уже, наверное, не программа, а просто чей-то кусок земли, засаженный вот какими-то деревьями. Ровненько все, аккуратненько. Это почтовый ящик, который нам тоже надо купить. Но мы хотим красного цвета. Итак, пришли мы, вот, выбрасывали мусор. Устали, конечно. Три ходки ходить туда, считаю. Ну, в общем, час с лишним мы туда-сюда болтались. Думала, сейчас приду, сделаю этот банан с молоком. Как он называется это, господи? Коктейль. Коктейль. Достал два банана замороженных. Но все хотят есть. Ну, что, будут делать пиццу. Значит, нашла такую. Быстрого приготовления нашла вот в интернете. Сейчас зачитаю, потом внизу напишу обязательно ингредиенты. Ну, не для всех, а для себя в том числе. Потому что хочу пробовать разное тесто. Посмотрю, какое лучше. Тихо, соль. Мука полтора стакана. Вода 150 миллилитров. Дрожжи сухие, пивные, одна чайная ложка. Сахар 0,5 чайной ложки. Соль 0,5 чайной ложки. Масло растительное 2 столовых ложки. Все, сейчас буду делать, как написано. Значит, мука в глубокую посуду. Соль, сахар и сухие пивные дрожжи. Самое первое. Так, не знаю, хватит ли у меня вот этой миски. Тут у меня особо нет. Боже мой, это что за крики-то? Что такое за крики? Значит, полтора стакана муки. Это что, это такие голодные или что? Ну, я уже начала, чтобы ваше время не задерживать. Значит, мука в полтора стакана. Что там дальше у нас? Соль. Пол чайной ложки. Сахар. Пол чайной ложки. Сухие пивные дрожжи. А сколько дрожжей это у нас? Чайная ложка. Чайная ложка. Вот чайную ложку. Ну, я сделаю побольше, потому что у меня какая-то маленькая чайная ложка. Теперь мы заливаем смесь вот этой тёплой водой, 150 мл. И две столовые ложки растительного масла. Так, залили. Замешиваем тесто до образования плотного и равномерного комка. Всё, сейчас вот будем вот это вот размешивать. И посмотрим, что у меня получится. Вот, девочки, у меня получился вот такой комок. Ой. Ну, тут по рецепту написано, что раскатываем и выкладываем в сковороду, обжариваем. А мне не нужно в сковороду. Я буду делать в пиццемейкере. И всё-таки я хотела, чтобы немножко дрожжи заиграли. Поэтому я сейчас тесто отопью и оставлю его накрытым в каком-нибудь тёплом месте. А где тут у нас тёплое место? Здесь везде тёплое место. Ну, вроде как вот тесто-то неплохое получилось, видите? Вот оно какое. Смотрите-ка. Ой, вкусно пахнет дрожжами, а соль понюхай. Видите, какое оно? Ну, я вот говорю, что я нашла несколько рецептов, и я все попробую. И буду записывать, что мне понравилось, что мне не понравилось. А, в принципе, пицца, не знаю, там, главное, начинка, мне кажется. Ну, чтобы тесто не клякало было. Всё, вот так вот сейчас. Вот какой у меня комок получился, какого размера, да? Вот такой вот. Сейчас я его накрою просто полотенцем. Вот так вот. И пусть оно тут у меня постоит. А сейчас я всё вот это вот уберу. Пока у меня подходит тесто, я достала пиццемейкер. Смотрите, какая она. Вот фирма у неё. Я даже не знаю, где она сделана, я уже не помню. Так, вот кому интересно, можете вот это посмотреть. Где тут она сделана, не знаю. Но не у нас, это точно. В общем, ну, мне так кажется, что она у нас. Может, вот эта вот страна изготовления. Короче, она вот какая. Вот такая, как сковородка. Здесь даже я слышала, что жарят котлеты. Ну, видимо. Значит, мне предложили по эксплуатации включить. Загорится сначала какой-то один индикатор. Думаю, что красный свет. И когда она нагреется, то уже нужно будет закладывать тесто. Шнур короткий достаточно, поэтому придётся удлинитель подключать. Вот. Ну, и пока я её отложу, сейчас я займусь тестом. Начну его раскатывать. Но сначала ещё, пока тесто постоит, я принесу то, что я буду закладывать в тесто. У меня особо, я как бы не собиралась делать пиццу. У меня особо таких прям ингредиентов для пиццы нет. Вот. Поэтому я вот всё, что есть в печи, на стол мячи. Сейчас вот, что у меня есть, то я и буду закладывать. Значит, что я могу... У меня есть кетчуп, у меня есть майонез, у меня есть сосиски, немножко помидоров. Сыр нет, но есть с их треугольничком. Я его так вот покидаю. А что ещё-то? Что ещё-то сюда можно? Лук репчатый, по-моему, тоже можно. Вот и всё. Всё, что есть, сюда и положу. Вот, что я собрала на пиццу. Это зелёный лук. Вот здесь вот одна у меня помидорина, сыр. Здесь две сосиски. И это я листья перила порезала. Да, в общем, и всё. Майонез, кетчуп. Вот я не знаю, надо ли смазывать маслом вот эту сковороду. Наверное, надо. Что-то как-то нигде ничего не написано. В общем, сейчас я это уберу, а здесь на этом столе раскатаю тесто. И у меня нет коврика вот этого силиконового, на чём раскатывать. Я как раз попросила своего натощика. У меня там в октябре день рождения. Она там собирается что-то прислать. И я попросила её прислать мне вот этот коврик. Так мне вроде как ничего не надо. А вот коврик и фартук. Фартук. Я люблю синий фартук. Хочу синий фартук. У меня один есть, но он уже такой весь какой-то задрипанный. Стирный, перестиранный. Вот. Знаете, такой коврик силиконовый. А там такие диаметры. Больше, меньше. Вот как раз удобно, зная диаметр пиццемейкера, как раз раскатывать вот это вот тесто по диаметру на силиконовом коврике. Вот. Тесто чуть-чуть у меня подошло. Вот. И сейчас я его вот так раскатаю. Вот ковричка. Знаете, такое тесто хорошенькое получилось. Кто делает пиццу, поделитесь своими рецептами. Пишите мне, пожалуйста. Такое, чтобы было бюджетное, дёшевое, сердистое, как говорила моя бабушка. Да, соль, подожди. А соль тут у меня ещё крутится любопытствующая. Да, соль, скажи, я маленькая, мне ничего не видно, а мне интересно. Так. Фу-фу-фу-фу. Там у меня, по-моему, в пиццемейкере диаметра аж 30 сантиметров. Девчонки, если ещё есть у кого-то рецепты тесто для пирожков каких-нибудь. Для пирожков. Потому что за ней надо ехать. Так мы её особо не едим. Знаете, такие пирожки, чтобы испёк, свеженькие, съел и всё. О, хорошо, я сюда ещё эту скалку привыкла из Москвы. Так, пиццемейкер у меня там греется, там у него красный индикатор. Как только загорится зелёный, я так поняла, значит, я могу загружать его. Так, а как мне его загружать? Да, у меня стола тут не хватает. Так, тут у меня зажёгся уже зелёный индикатор. Всё-таки я, наверное, смажу растительным маслом. Ой, красиво. У меня есть кисточка даже для этого дела. Замечательно. Ну, что не надо тут мазать? Я не знаю. Вот здесь такая поверхность, что не надо смазывать. Мне чуть-чуть нигде я не прочитала. Вот, всё. Так, теперь у меня, я чувствую, что я как-то раскатала, наверное, достаточно много. Ладно. Вот так, сейчас будем как-то дело это подправлять. Всё тут горячее. Сейчас попробую вас поближе, как говорят, поближе вас принести. А, поближе ничего не видно. Короче, вот у меня как получается. Сейчас я вам так вожу. Будут у меня бортики, потому что я сильно раскатала. Ну, пусть бортики первый раз. Сейчас посмотрим. Сейчас вот так чуть-чуть это всё. Так, и сейчас буду наполнять. Вот, видите, как получилось. Сейчас тогда издалека будем сниматься. Так, что теперь мы делаем? Сейчас. Во-первых, надо вот это вот уже вытереть. Так. Можно поставить поближе. Вот так, чтобы вам было видно. Что-то тут всё ситоискосек. Ситоискосек. Так, ладно. Что сначала ты льёт? Вот, кетчуп, что ли. Там, ну, кетчуп, если я не ошибаюсь. Ну, давайте так вот заливать сейчас. Вот так. Может, прям вот этой вот. Прям кисточкой и всё. И отлично. Можно, конечно, наверное, лучше ложкой. Сейчас половина на кисточке останется. Я-я-я. Хотелось бы побольше вообще-таки. Чтобы было посочнее. Так, сейчас. Бабушка, тут что-то Ассоль делает первый раз в жизни, можно сказать. Я тогда делала пиццу какую-то, но из хлеба тоже вкусно получается. Просто на сковороду вот так хлеб укладываете, обжариваете его там. Сначала, по-моему, в яичной смеси, что ли, смачиваете. Вот. И так же вот всё туда нарезаете. Кстати, вот так хорошо из морозилки сюда были бы там мороженые помидоры, овощи какие-либо. Так, ну что, начинаю тогда всё вот это укладывать. У меня получилось. Вот. Не знаю, нужно ли тут размазывать это майонез или нет. Решили не размазывать. Закрываем крышку и готовим 25 минут, как было указано. Так, время засеки. Сколько там сейчас? А пока у меня готовится пицца, мы решили сделать всё-таки ещё коктейль банановый. Потому что что-то так пить хочется ужасно. Находились, нагулялись и решили себе устроить вот такой вкусный ужин. Может быть, сначала надо было съесть пиццу, потом коктейль. А ну, мы сделаем наоборот. Вот пицца готовится. Смотрите, у меня горит то красный огонёк, то ведь сейчас вместе горят. Зелёный и красный. Видимо, нагревается до определённой температуры, а потом зелёный выключается и горит только красный. Наверное, идёт, ну, как бы на остыв. Ассуль, я не могу тебе перекричать. Ты очень кричишь. А потом снова загорается зелёный. Пицца уже вкусно пахнет. Так, что у нас с бананами? Это бананы такого неказистого вида из морозилки. Вот. Сейчас мы в два приёма. Один банан туда и молоко взобьём. Потом второй банан и молоко. Будем пить коктейль. Так, он такой прям вот жидкий-жидкий здесь. Но он очень сладкий, вот этот банан. Вот так его. Знаете, может быть, даже можно замораживать вот без шкурки. Просто открывать вот банан в какой-то ёмкости замораживать. Чтобы потом не лазиться. А прям мороженый бросил сюда. Он тут подрастаял. Молоко добавил. Белый будет прям ледяной коктейль. Так, сначала я взобью немножечко банан сам. Тихо, Ассоль, не испугайся. Тут вообще-то пюрешка уже. Так, знаете, что я вам ещё хотела сказать? Кушать, мама. Что очень полезно, взбить два свежих банана и половинку авокадо. Авокадо заменяет, я читала, ну, по составу не заменяет, а по составу похож на женское грудное молоко. Поэтому вот детям очень полезно. Такой коктейль. Не добавляй молока, просто два банана взбиваете и половинку авокадо. И всё. И этим кормите. Любовь малышей. Это очень вкусно и полезно. Но мы сегодня без авокадо делаем. Авокадо сделаем, наверное, завтра. Сейчас я отолью. Уже вкуснота. Настён, тебе налить? Да. Вот такой вот вкусный коктейль получается. Валерка, сейчас тебе вот так вот, давай. Вкусно? Вкусно? Вау! Да. Это моя? Это моя чашка. Твою налить? Хорошо, сейчас нагью и дам. Садись, иди за стол. Какой? Держи. Вот из своей чашечки. Ааа, вкусно, да? Давай. Вот так и пьём. Очень вкусно. Мы любим так вот делать коктейли. Особенно, когда вот эти бананы, пауценки купишь. Они там такие бывают уже вот прям совсем перезрелые. Сразу их, они не съедаются, конечно же. Вот заморозишь их. Ну, повторю, лучше даже сразу вот их очистить. И, знаете, вот так штучно заморозить. Чтобы потом брать прям банан и бросать. Вот такой у нас свинься. О, этот завтрак. О, уже. Показываю вам, какая получилась пицца. Показываю. Ну, что-то мне кажется, что здесь немножко будет жестковатое всё-таки вот это тесто. Но она вот так вся прожарилась. Смотрите-ка. Сейчас я вам попробую показать. Вот. Хорошо. Ну, мы поймём, когда сейчас разрежем и будем кушать. Давай, включим. Ай-яй-яй-яй. А вот сметан. Так, хочу положить... Меняю, чтобы не обязательно было даже видно. Вот только руки-то. Хочу положить вот на такой поднос. О, смотри, какая красота получилась. Красота. Главное, чтобы было вкусно. Сейчас попробуем. Посмотрим. Так, нам нужно сейчас у нас талеры забрать. Убрать. Девчонки, посоветуйте, как вы думаете. Может быть, в этой... Ну, это, наверное, электрическая сковорода получается. Раз не жарят котлеты. Но я думаю, не накрывая крышкой. А если вот накрыть крышкой, может быть, здесь можно сделать... Ну, пирог. Только он будет... Вот сами видите, какая высота. Да? Две высоты. Сантиметра... Ну, сколько тут? Я даже не знаю. Полтора-полтора. Три сантиметра. Не до самого же верха его заливать надо. Закладывать. Но сантиметра два, да? Будет вот такой пирог. Типа как печенье. А потом его порезать. Может быть, тоже можно как-то так запечь? Или тоже шарлотку с яблоками сюда вылить? Надо вообще попробовать. Я не очень это понимаю. Это как сковорода или как всё-таки мини-духовка? Вот. Надо экспериментировать. Плюс у нас ещё, Настя, с тобой мультипекарь. Тоже у нас на очереди. Вот. Такой у нас сегодня ужин. Красивишный. Ну, вот майонез так распределился у меня. Не стала я ложкой тут его ворохать. Вообще, есть специальный ножик для разрезания пиццы. Знаешь, он такой вот кругленький. Так джик ездит. Надо посмотреть. Может, дай заесть. У меня раньше был давно где-то в Москве. Ну, не знаю. Вот такая красота у нас. А сейчас горячий. Немножечко остынет. Сейчас осталось. Давай. Слушайте, товарищи, дорогие мои, мне понравилось тесто. Я думала, что мы его передержали. Дело в том, что когда я начала готовить, там написано включайте этот пиццемейкер. И потом, значит, как только нагреется, закладывайте тесто и укладывайте начинку. Получается, что тесто уже готовится, а начинка ещё накладывается. Вот может быть, может быть. По-хорошему надо было бы его отключить. Но, тем не менее, всё равно мне понравилась и начинка, и само тесто. Очень вкусное. И я считаю, что бюджетное. Вот какое тесто получилось, да? Тоненькое. Очень вкусное. Очень. Мне очень понравилось. Главное, всё, что есть в печи и на стол мячи получилось. Не очень даже вкусно. Прямо из малого количества ингредиентов. По-хорошему сюда, конечно, оливки там добавить. Натёртый сыр нормальный. А не вот такой сыр кусочками, который у меня был. Треугольнички. Иго, иго, ты вот попей ещё этого. Не хочешь? Сейчас попилась. Вот, так что я советую приготовить. Друзья, всем спокойной ночи. До завтра. До завтрашнего дня. А соника, пошли спать. До завтра. Продолжение следует...